Уже в четверг в российский прокат выходит новый фантастический блокбастер «Капитан Марвел» от одной из самых успешных киностудий мира. Впервые во вселенной Марвел главным героем становится женщина. О том, что стоит ждать от нового фильма в нашем материале. Фильм «Капитан Марвел» стал важной ступенькой в цикле фильмов от студии «Марвел». После эпичной «Мстители», «Война бесконечности» и ряда легких комедийных супергеройских боевиков, в «Капитане Марвел» впервые речь будет идти о женщине, которую поклонники комиксов в кино ждали уже давно. Твоя жизнь началась на пороге смерти. Мы нашли тебя, утратившей память, и сделали одну из нас. Чтобы ты жила дольше и стала сильной, совершенной, ты возродилась. Действие фильма происходит в 1995 году. По сюжету, летчица ВВС Кэрол Денвис стала одним из самых сильных героев в галактике и присоединяется к спецотряду Крии и Старфокс, когда Земля оказывается в центре галактического конфликта между двумя инопланетными расами. После чего Кэрол возвращается на родную планету Земля и хочет узнать больше о своем прошлом. Желаешь ли узнать, кто ты на самом деле? Фильм находился в разработке Marvel Studios еще с мая 2013 года. Именно из-за такого продолжительного создания сценария картина вышла без малейших огрех. Об этом заявили критики, уже посмотревшие картину Капитан Марвел. Каждый из них остался в восторге от увиденного. Из отзывов становится понятно, что студии Марвел удалось передать атмосферу 90-х. По хвалу удостоилась и исполнительница главной роли Бри Ларсон. Кроме того, некоторые, похоже, убедились в мощи Кэрол, а потому признали, что Танос в фильме «Мстители. Финал» скорее всего получит очень достойного противника. В киноконцертном зале «Панорама» фильм стартует уже с 7 марта. Информация о бронировании билетов по телефону 300-033. Расписание спектаклей, кинопремьер и концертов на сайте panorama.defistver.ru. Возрастное ограничение Капитана Марвел 16+. Продолжение следует...